Девушки отдыхают В этом году мы запланировали предлагать нашим клиентам пока один курс. Он будет называться Fascination Mercedes-Benz. С 2011 года мы планируем расширять курс. Будут три программы. Это для начинающих, для продвинутых водителей и для экспертов. Автомобили оснащены очень большим количеством инновационных систем различных. Зачастую покупатели не знают, как этим пользоваться. Поэтому обучение здесь не только вождению, но и как пользоваться всеми теми системами. Данный полигон был спроектирован и разработан компанией Тильки. Компания Тильки, которая занимается проектированием формульных трасс. Здесь технические возможности позволяют моделирование и аквапланирование. Здесь есть динамическая плита и поливочная система. То есть, в принципе, все, чтобы провести квалифицированный тренинг и показать преимущество автомобиля. На первом этапе мы будем работать с инструкторами из Германии. Сегодня они тоже здесь. В дальнейшем мы планируем использовать ресурсы локальных инструкторов, инструкторов Федеральной службы охраны. Мы будем проходить упражнения «Змейка» на заснеженной поверхности. Вы немного ознакомитесь с тем, как правильно нужно визуально осуществлять контроль над движением вашим. Поближе познакомитесь с тем, как правильно следует держать руль и каким образом осуществлять руление прислалами. Так как, в принципе, задача «Змейки» в работе с обычными участниками – это управление взглядом, то есть визуальный контроль препятствий, которые впереди находятся, и плавное и аккуратное руление. У нас также будет упражнение, которое представляет способности и возможности системы ЕСП. Мы будем проходить так называемый «Лосиный тест» на достаточно высокой скорости. К тому же мы подготовили упражнения, которые обычно мы клиентам не предоставляем, а именно полицейский разворот. Первое, с чего нужно начать – выполнять упражнения можно и начинать движение только тогда, когда вы получили разрешение инструктора. На пути возврата ни в коем случае не пытайтесь проделать то, что вы проделали. Опыт подсказывает, что чаще всего машины разбиваются на пути возврата. Следующий момент. Есть неписанный закон инструктора, он всегда должен вас видеть. Если вдруг по какой-то причине вы заметили, что инструктор отвлекся, то ли он поднимает конус, то ли ему кто-то позвонил по телефону, поднимите ногу с педали газа, проедьте спокойно, не пытайтесь выполнить на максимальное это упражнение. Инструктор это оценит, он вам даст обязательно еще одну попытку. И еще один момент, самый последний. Машина, которая двигается со скоростью 72 км в час, за одну секунду проезжает ровно 20 метров. Время вашей реакции – одна секунда. То есть вам кажется, что вы сделали все мгновенно, на самом деле машина проедет не менее 20 метров. Скорости движения ваши будут гораздо выше. Удачи! Поехали! Наша задача – следить за следующими воротами, не теми, в которые вы уже въезжаете, а через одни. Это позволит вам обеспечить оптимальную траекторию. Также надо стараться сохранить как можно более равномерный ритм. Только газ, если мы вверху ряда тоже вверху емкость. Газуем только тогда, когда передние колеса получили связь с поверхностью и вы это уже чувствуете. Не забываем смотреть, куда мы хотим ехать. Очень хорошо, Голка. И так же, когда это авто перевернувает, то мы держим на следующий ритм. Если вы заходите, то все равно ставьте колеса в другую сторону и направьте, куда вы хотите ехать. Автомобильный Mercedes, когда выключается ESP, на самом деле выключается система ASR, которая отвечает за трекшн контроль. Система ESP продолжает работу, просто добавляет вам большего возможности уйти в занос. Если хотите проходить славу с заносом, то вы делаете это чуть дальше. Конус будет цикл. Очень хорошо, цикл. На заднем приводе, чем больше надо сезать, тем больше вы должны рулить в сторону заноса. Попробуйте побольше занос сейчас сделать. Для этого нам нужно меньше скорости на входе в поворот и больше на выходе. Здесь мы будем ускоряться и достигнем скорости порядка 80 км в час. Ну, давайте представим, что справа выезжает автомобиль. И мы должны, естественно, объехать это препятствие слева. И вернуться на полосу движения. Ну, естественно, произойдет занос, и мы должны будем стабилизировать автомобиль. Если я, например, слишком быстро зайду в поворот, колеса начнут прокручиваться, естественно, это может привести также к заносу. В этот момент сработает система ASR, антипроводствовочная система, которая уменьшит мощность двигателя. И у нас будет лучше сцепление. Сейчас я перед препятствием уберу газ и кручу на левую руль. И система ESP очень хорошо мне помогает, и я могу вернуться на полосу движения. Если бы система не сработала, то нас, скорее всего, мы бы не смогли вернуться на полосу движения. Это ASR-то. Также нам помогла система антипроводствовочная, система ASR. И после того, как мы вернулись на полосу движения, у нас вернулась и, собственно, мощность двигателя. ESP-система производит дозированное торможение только на те колеса, на которые это требуется. Ну, естественно, есть определенные границы, в которых эта система работает. Ну, если я на скорости 50-60 км в час вхожу в поворот, система ESP нас великолепно стабилизирует. Но если скорость будет выше, то нам потребуется, конечно, больше места для того, чтобы вернуть машину на полосу движения. Очень важно в зимних условиях, когда снег и лед, соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Надо всегда учитывать, что, конечно же, в зимних условиях тормозной путь в разы увеличивается. Рулем лучше всего крутить плавно, нежели совершать резкие движения. Ну и, соответственно, не сильно нажимать на педаль газа, когда вы возражаете полосу движения, что позволяет электронике лучше справляться с критической ситуацией. В отличие от конкурирующих марок, у нас зафиксировано распределение 1 третий идет на переднюю ось, 2 трети на заднюю ось. Так как у нас 2 трети все-таки приходится на заднюю ось, то, в общем-то, она прогнозируемо управляется, управляется как заднеприводный автомобиль. Сейчас посмотрим, вот поворот на 180 градусов, сейчас я выключу систему ESP. Я выхожу из поворота, 66% у меня приходится на заднюю ось. 33% на переднюю ось. И я, собственно, еду, как на заднеприводном автомобиле. Если бы было бы 50 на 50, то мы не смогли бы так проехать, и у нас перед бы сползал. Сначала разгоняемся, потом нейтралка, потом чуть-чуть даем и покатиться, после чего резко руль в одну сторону. Разгоняемся по прямой до 40 км в час, до рычаг коробки. Готов. Взлет. Есть сахарные цивилизации, сейчас была скорость слишком низкой. Смотрим, куда, куда должны ехать. Сосматый плачевал, постарайтесь загнаться побыстрее. На нейтральную переходим, пока мы двигаемся по прямой линии, по достижении сражать километров в час. Очень хорошо. Можно дать машине немножко покатиться, после того, как переключились на нейтралку. Набираем скорость, смелее, смелее. Уже лучше. Когда переключаюсь на нейтралку, газовать не нужно. Снимать на нейтралке, чуть-чуть покатиться. Экспринька. Отлично. Не спешите, разгоняйтесь спокойно. Потом нейтралка. Экспринька. В конце ванёвы, рулю направо. Сейчас мы усложняем упражнение. После того, как мы разогнались, перешли на нейтралку. Две секунды подождали и только потом рулим. По прямой, да, я две секунды ждем. Размешиваемся. Окей, хорошо. Если пять километров в час нужно, чтобы достигнуть на активной скорости, по тоже делу две секунды. Шнеленькин. Катимся на нейтралке и быстро рулим. Перфект, прекрасно. Sehr gut.